28 сентября 2024 года, сегодня суббота, рабочие объединения межрегиональных штабов Национального освободительного движения провели очередную серию одиночных пикетов в рамках закона здесь на Манежной площади. Также Александровский сад, нулевой километр, улица Никольская, опять там вытанцовывают вот эти девицы, так сказать, 15-летние, которых крышуют и лоббируют. Это серьезная, так сказать, сила, потому что до сих пор они там стоят и вот занимаются этой деструктивной идеологией, которая прописана в указе 809 президента Владимировича Путина и 709 указ о традиционных культурно-нравственных ценностях российского народа. Вот 9 ноября 2022 года. Вот уже два года скоро будет, но почему-то сотрудники полиции не хотят его выполнять. Так прямо говорят, что типа Конституция выше, а вот указ ниже. Ну вот это продолжается дальше, вот эти вот весовские танцы между двух православных храмов. Да, ну вот я опять как бы обращаю на это внимание соответствующих служб на это. Значит, даже одиночный пикет также сегодня был напротив Спасской башни, Красная площадь, там вот недалеко от памяти Хаменина и Пожарскому. Ну это 1612 год, это, так сказать, нодовцы того времени, которые, так сказать, ополчение вот тогда и спасли Отечество. Вот, ну и мы сегодня такой боевой информационно-идеологический пост, фронт держим. И, как вы все знаете, запустилась всероссийская акция по сбору подписей за чрезвычайные полномочия для главы государства Владимировича Путину. Для того, чтобы он был властью, властью властей, чтобы его указы были обязательны к исполнению. Сегодня такого нету, к сожалению. Вот, поэтому собираются подписи для того, чтобы их подать в Совет Федерации, там не только, но именно Совет Федерации предоставляет такие полномочия для главы государства. Вот, сайт есть, он уже работает, там есть бланк на этом сайте. Сайт называется полномочия Путину.рф. Вот, пожалуйста, туда заходите, там все, так сказать, подробно написано. Там можно распечатать бланк, который вот сегодня тут наши активисты собирали. Я сейчас вот приглашу, так сказать, на пару слов они скажут, как, ну, проходит сбор подписи, подписи за чрезвычайные полномочия президенту. Также хочу сегодня вручить удостоверение за вклад в освобождение Отечества. Ну, сейчас я, так сказать, приглашу женщину, Веру Филипповну, вот. Ну, так сказать, вот этот сбор запущен, и я думаю, что в скором времени мы соберем нужное количество подписей и занесем во все, так сказать, органы законодательной ветви власти. Ну и копию в администрацию президента. Тоже мы это занесем. Так, ну, Вера Филипповна, пожалуйста, подойдите. Да, ну, пора. Да, вот это, так сказать, наш соратник, город Ельск. Ельск. Ельск, точно, да, Ельск. Сухая Вера Филипповна. И вот сегодня я хочу вручить вам, Вера Филипповна, вот эту заслуженную награду, которую вы по праву заслужили. Вот, значит, удостоверение. Закладка в освобождении Отечества. Третьей степени награждается Суховеева Вера Филипповна. Закладка в освобождении Отечества. Подписано, подписан вот этот наград, вот это удостоверение координатором НОД России Евгений Алексеевич Федоров. Ну, и вот он, соответственно, сам значок, сам значок, видите, провокаторы ходят дальше. Кто тут полковник, значит, какой-то там, который ничего не понимает. Ну, ладно, вот, вот такой вот значок, пожалуйста, Вера Филипповна, и вот ваше удостоверение. Спасибо большое, спасибо, Родина, Свобода, Путин. Родина, Свобода, Путин. Служу Отечества. Спасибо вам. Так, Ирина Витальевна, можно вас? Давайте скажите, как сегодня проходил сбор подписей за чрезвычайно полномочия президента. Отлично, есть народ, который... Ну, и сколько вообще удалось собрать-то сегодня? Ну, лично я 17 подписей. Ну, и что там? Ну, есть и девчонок там, кто из 10-15, кто-то ваш. То есть в общей сложности. Ну, около... За три часа встаньте, помогите. Мы вам бланки дадим, приходите. Давайте. Бланки мы вам дадим, что... У нас очень многие люди говорят, что они за Путина, но проходят мимо. Подпись свою оставить. Мы не пройдем. Все. Вот, поставите подпись. Завтра, приходите сюда и собираемся подпись. Я еще сегодня спойду. Вот, сегодня поставите подпись. Все, я к вам сейчас подхожу. Так что все замечательно. Стой. Ну, что, как, вот, скажи, люди там, что говорят-то вот на... С пониманием относится... Какая реакция у людей? Нет, с пониманием, что да, что мы колонии, и надо Путину дать полномочия для того, чтобы он нас спас, нашу страну от внешнего управления, от США, для того, чтобы побыстрее закончить СВО, для того, чтобы нацелить наши ракеты на города США, сменить ядерную доктрину, для того, чтобы Верховный суд нашу подпись приняли, и мы вернулись международное право, чтобы наше Отечество опять было в границе 1945 года. Это наше Отечество, наши деды, 27 миллионов жизней отдали за наше Отечество. А Горбачев, он развалил Советский Союз, незаконно причем, поэтому вот всему мы этому и посвящаем свое время, мы, активисты, собираем подпись в Верховный суд и за полномочия Путину. Ну, вспомни, Ирина, как вот мы с тобой собирали еще в 19-м году, вспомни, на станции метро Новогиреева, да, вот за проведение... Сначала съездили в Сталинград, где собрали 100 подписей. Первых 100 подписей там бросали, и потом пошло там везде. По всем в Новогиреево, на Тверской собирали. Собирали за проведение... Ветером после работы ты приезжал с 18 до 20... Да, за проведение конституционной реформы. И отнеси 2 миллиона подписей Владимиру Путину и во все органы власти. Но, к сожалению, на тот момент, 15 января 2020 года, когда Путин объявил, что нужно забрать власть у олигархов и международных органов, значит, олигархи те же самые, да, и международные органы, в общем-то, не дали Путину изменить Конституцию 1-2 главы. За что мы собирали в Украине, чтобы изменить статьи 15-й часть 4 и 15-й часть 2. Но мы ждем продолжения конституционной реформы. Для этого мы и даем Владимиру Владимировичу Путину полномочия, закон, да, конституционную реформу. И вернули стране суверенитет. Ну вот, все с этим взаимосвязано. Да, совершенно точно. Для этого нам надо собрать хотя бы 100 тысяч минимум сейчас, чтобы передать в органы власти. Так что давайте. Всего хорошего. Присоединяйтесь. Время выбрало нас, так что всем-всем-всем присоединяйтесь к сбору подписи, сайт полномочия Путину.рф. Все подробности там. Телеграм. Правильно? Сайт. 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 Все, спасибо. Вот, поэтому кто еще не присоединился, обязательно присоединяйтесь. Вместе, только вместе. Объединив свое усилие, мобилизовав свою волю, в кулак, так сказать, пойдем и сделаем это. И вместе победим, конечно. Так, внимание! Враг! Враг! В США! В Украине! В Украине! В жертву! Путин! Армия! Народ! Вот рецепт победы вновь! Путин! Путин! Армия! Народ! Святая Троица! Вперед! Путин! Армия! Народ! Супостаток Витя ждет! Родин! Свобода! Путин! Ура! 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 Нас здравствует великая Россия! Встреча! 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 Ура! Ура! Так, доволь бы. Пойди!